МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посвятая служба информации телерадиокомпании Гомелю, студии працуя Александра Хамоля, глядите в этом выпуске. Золото поле у хлеборобы Гомельской в области переодолили экватор жнива. Экономика прибавляя у росте, выники первого полгода сегодня разглядели на посаджение Гомельского гарвы Канкама. Вековый юбилей сегодня супрацовники Комитета Держконтролю означают 100 годов с дня створения контрольного ведомства. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Протягнение инвестиций, развитие делового осяродия и приоритеты международным супрацовницам сегодня в Плаце незалежности прошла нарада президента Зурада. У одной зале уся керавництва Совета Министров и высшейшие службовые особы краины. Такие форматы меркования актуальных питаний, которые закорнают разные сферы життя, у графика керавника державы регулярные. На парадку дня не только внутробелорусские питания обмерковали тему по линии сопрацовництва с Россией. Президент Беларусь Александр Лукашенко доручил Ураду по скорости узгоднение программы Денев по поглублению интеграции. Нагадаем дорожные карты Украин повинны быть целиком готовые простры месяцы. А до 2021 года Минск и Москва различнуюсь провести до один из голеновых рынков. Размова не только про нафтогазовый сектор, а и про промысловую продукцию, сельгаз и транспортные рынки. У целых спектр питаний вельми широкий. По некоторым ранее предложенным проектам указывал распоряжение президента проектов закона. Я хотел бы получить дополнительные разъяснения от тех, кто инициировал эти документы. Очень важно услышать альтернативные позиции для принятия взвешенных решений. Поэтому я пригласил сюда на это совещание, традиционное по экономическим вопросам с правительством. Ряд высших должностных лиц, руководителей силовых структур, интересы и их ведомств затрагивают рассматриваемые вопросы. Я бы предупредил всех о том, что мы должны четко соблюдать регламент, поскольку это не вопросы, где надо с нуля что-то начинать и глубоко погружаться в суть. Эти вопросы давно известны, они так или иначе обсуждаются в обществе и нами. И не надо самоотчетов, каких-то докладов. Нужны конкретные предложения. Особная увага реализации трех буйных инвестпроектов. В Аураде подтвердили, что Светлогорский ЦКК будет уведен в термин. Зараз предприемство устойливо працует на 70% от вытворшей могутности. Размова ишла и про новые заводы в Добруши и Шклове, и они позволят повеличить долю древопрацовки у воловым внутреннем продукте краины до 5,5%. Президент даручил допрацовать указы по реализации этих инвестпроектов на протягу месяца. Приняты расшенни и по теме безвиза. Так Александр Лукашенко подтрымал пропановую Раду по поширению безвизовых территорий в Гродинской и Брестской областях. Глава государства принял решение и подписал указ о расширении этих территорий в Гродинской и Брестских областях. Эти меры будут способствовать развитию туризма. Мы информировали главу государства о той положительной роли, которую сыграли предыдущее решение о безвизовом въезде в эти территории. Сейчас принято решение расширить эти территории. Мы также ожидаем увеличение количества туристов, которые будут посещать Беларусь без виз. Кроме того, глава государства поручил Министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с Евросоюзом и Российской Федерацией. В ближайшее время Министерство иностранных дел внесет свои предложения главе государства. Президенту так само доложили про ход жнева, убрана больше за половую площадь. Выник значительно лепше, чем летость. Однако Александр Лукашенко акцентовал увагу над тем, что не во всех регионах краины была наладжена праца на належном узровне. Виной тому стало не только надворье, а и человеческий фактор. Кировник державы принял ответные решения по этим пытаниям, так само подтримал пропановую Раду по пытанию забеспечения палевом сельхазорганизации. Протягиваем выпуск, господарки Гомельской области убрали зерневые большим на полове площадью. От знака 50% переодолили 13 районов. Лидер по этим покажеку Лоевский. Тут обмолочено 85% палетков. Три шверти прошли аграры Брахинского и Мазырского районов. В середнем за день в регионе убирают 3% площадью. Поскорость темпы не дозволяя надворье. На жаль, на ближайшие дни прогнозы синоптиков несутешальные. Середняя уроджайность зараз 23 сантиметра с гектара. У кошта держзаказу поставлена маль полова запланованного объему. Рапсу – 70%. Заморуживая дождливое надворье и уборку льну, под эту культуру в области было отведено 5000 гектаров. Засуха на початку лета сменьшила площадь на 400 гектаров. На один момент на перепрацовку отправлена 10-я частка ильно-тросты. На сегодняшний день мы, что касается льна, ведем и теребление, ведем и вспушивание, и прессуем при нормальных погодных условиях. То есть работы ведутся все, заготавливаем семена. Выники социально-экономичного развития Гомеля за первые 6 месяцев года подведены сегодня на посяжение гарвы Конкама. Становшая динамика отзначена маль во всех сферах. Не выкананными засталися только задания по будовництве жилья и створении новых предприемств. Подробязности у Дмитрия Котова. Первая погода для субъекта господара не отрималась поспеховым. У первую чергу становшие выники связаны со внешней экономичной деятельностью. Это тишится як экспорту товаров, так и послуг. Прамысловые гиганты Гомеля замоцывались свои позиции на внешних рынках. Все лето у першиню накеровывать свою продукцию замяжу пошли больше за 50 невеликих предприемств, у тем лику приватных. За потребованные промысловые, молочные, мясные, а так само кондитерские выробы. Великим попытом користаются и послуги, оказываемые IT-компаниями, резидентами парка высоких технологий и технопарка. Хорошие результаты у нас достигнуты с точки зрения создания новых рабочих мест как на действующих предприятиях. Их создано более 800. В частности, наибольшие результаты показали у нас промышленный сектор, торговля и те же IT-компании. И на новых предприятиях, это вновь зарегистрированные субъекты хозяйствования, также создано много новых рабочих мест. И в целом город выходит по идукам полугодия на результат более полутора тысяч человек. Добрые выники означены и в сфере гандлю. Прирост товарооборотов больше, как 5% у поравнаний с аналогичным периодом минулого года. Это связано с повеличением доходов насельства. На посередине Гарвы Конкома означено, рост заработной платы зараз перевышает рост цен по всех группах товаров. Сохраняя тенденцию по росту денежных доходов населения, также учитывая стабильный прогноз по инфляции, работу наших торговых предприятий по формированию востребованного ассортимента по доступным ценам, мы планируем сохранить рост розничного товарооборота до конца года. Дмитрий Котов, Игорь Марыченко, телерадиокомпания «Гомель». Представники местовых уладов завтра откажут на звонки громадян. В эту субботу знову пройдут промые линии. У «Гомельске» был выконками. Звороты будет примать наместник старшины Владимир Привалов. Номер телефона у «Гомели» – 33-12-37. Промая линия працует с 9 до 12-1. В этот час на связи будет наместник старшины «Гомельске» Гарвы Конкома Виталя Томанчук. Номер телефона – 51-19-54. Суппрацовники органов державного контроля означают 100-годовый юбилей ведомства, якое вядет свою историю с 1919 года. А с дня заснования комитета держконтроля у сучасным выгляде сегодня ровно 25. За этой нагоду областным центры проходят шерох врачистых мероприемств. Центральным зык стал святочный сход у «Гомельске» Маблдрам-театры. С подробностями я Евгения Кухаронак. До початку урочистой частки некольки десятков хвилин гостей вечера с устрока Александра Отрошченко, старшиня комитета держконтроля у «Гомельской» в области. Запрошено керонистство комитета держконтроля у Беларуси, простонники улады в области и города, керонники структур и ведомства у портприемствов и организаций региона, яке супрозонничаю с комитетом, а так само ветераны контролюющих органов. На сам речь на годы до свята – две. Сегодня мы отзначаем две юбилейные даты – 25 год комитету держконтроля и 100 годов утворения органов держконтроля нашей краины. Праца контролера довольно складанная, шматгранная, потребует глубоких ведов профессии, высоких морально-этичных якостей. Усих супрацовников комитета держконтроля и их ветеранов с нашим юбилеем крепкого всем здоровья, счастья и всего самого наилепшего. Сегодня на базе комитета держконтроля Гомельской области сформированы эффективный механизм суместной деятельности контролюющих и правооховных органов. За выник отказывает команда профессионалов, яны с года в год повышают экономичный эффект своей прации на корысть региона и всей краины. Великая работа проведена по оптимизации контрольной деятельности, и сегодня комитет – союзник у реализации новых проектов. На урочистом сходе со сцены гучали слова подяки и пожадания, яны – у адрес супрацовников комитета и ветеранов працы. Когда приходят новые люди, конечно, они в течение шести месяцев находятся под определенной опекой сотрудников, которые имеют большой стаж работы для того, чтобы более детально и плотно человека ввести в курс дела. Это очень серьезная работа, требующая отдачи, координации действий и знания правовой системы государства. Теперешний председатель отрочинка Александр Алексеевич, я у него принимал дела в Жлобинском международном комитете, поэтому я его считаю своим учительом. За веншуваннями у Знагороды лепшие супрацовники комитета державного контроля Гомельской области и ветераны отримали нагрудные знаки, гоноровые грамоты и подяки за добросумленное выполнение службовых обвязков до сегнений высоких выников. Евгения Кухаронак, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Працовное место пропануя открытое акционерное товариство «Гомель-жалезобетон». В 8-го жнивня отбудется шарговый день предприемства. Городжанам пропануют вакансии рабочих специальностей и инженерно-технических работников. Затекавленных чекают у городским управлений по праце на улице Пролетарской, 18 с 10 до 12 годин. Суискальникам рекомендуется при себе иметь пашпорт, документы об эдукации и працовную книжку. Больше за 15 тысяч модетных семья у «Гомельщины» отримают материальную допомогу до нового навучального года. По мере одноразовые выплаты складе до 30% бюджету прожиточного минимуму. При этом конкретную сумму вызначают мясцовые органы лады, заходящие с мягчимостей бюджетов. В этом году сумма выплаты на одно дитя складе 55 рублей. У регионе стартовала акция «Детям до школы». Волонтеры «Червоного крыжа» почали сбор школьной вопротки и обудку. Письмовых и спортивных приналежностей. Дякуючи допомозе гомельчан, для детей уже собрано больше за 120 предметов вопротки и рюкзаков. Принять удел у акции можно неколькими способами. Набыть школьные приналежности и передать их волонтерам, альбо сдействовать о хверовании. На собранные гроши купят необходимые вещи для детей, чьи батьки по отыгти и инших причинах не могут самостоянно подрихтовать их до школы. У нас сегодня ежегодно проходит акция «Соберем портфель к школе». Эта акция помогает семьям, многодетным, малообеспеченным, нуждающимся, не в силу, которые не могут собрать себе, вернее, ребенка не могут подготовить к школе. Мы проводим ежегодные акции и помогаем детям полноценно пойти в школу. Оказать допомогу и принести школьную вопротку, обуток, письмовые приналежности можно в любой час. У Гомеля сейчас установлены четыре контейнеры «Червоного крыша». Фестиваль «Ная карусель» отбудется завтра в городском поселке Карма Гомельской в области. Подеи разгорнутся в Центральном парке. Организаторы подрихтовали множество тематичных локаций и мероприемств. Доведаться про то, и насколько широкая сфера выкористания повношенного шоуку можно будет подчас лняного парада. Розные предметы гардероба проставят на лняном дефиле. Разностайные выробы, речи из льну можно будет обашать в экспозиции декоративно-прикладного мастерства. Музычную программу складут творы, которые наши продки присвящали этой сельско-господаршей культуре. Особливостью селетнего фестиваля станет «Эдукацийный блок». Так запланованы экспресс-курсы по истории и вытворчеству лену, выкористание его кулинара и косметологии при выробы оденя. Своим майстерством поделятся и ромесники. В архкомитете означали, что их колькостью, по равнанию с первым фестом, который прошел в 2017 году, выросла малю троя. Поширается и география гостей. Так на фесте чекаются не только жахаров белорусских регионов, а и представников России, Украины, Бельгии, Австрии. Третьего жнивня у Гомель будет доставлена икона Божьей Мати Югская. По 27-й кострышнике она будет находиться в гомельском храме святого великомученика Георгия Перамагоносца по адресу 1-й завулок Крупской, 8-а. В субботу 8-й ранец и в церкви отбудется соборное набоженство, которое означает архиепископ гомельский Ижлобинский Стяфан. И на при конце выпуску коротко про надворья дожи и до 23 градусов тепла чекается в Беларуси в ближайшие выходные. Разлишивать на летнее тепло покуль не приходится. В субботу 3-го жнивня в нашем регионе заховается неустойливое прохладное надворье. Месяцами пройдут короткочасовые дожи, у ночи ранится и слабый туман. Температура поветра у ночи складе 10-12 градусов тепла, у день 20-22 градусы. У неделю 4-го жнивня истотных опадков не шакается. У ночные годины прогнозуется до 13 градусов тепла, у день будет до 18-20. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу. До встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Рогачеве на пожаре погиб мужчина. Его тело спасатели обнаружили в шкафу дома. Сообщение о возгорании поступило в половине второго дня. Горел жилой дом по улице Гоголя. Хозяин мужчина 1972 года рождения безработный. По словам соседей, накануне он выпивал. Спасатели нашли уже без признаков жизни в шкафу. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проведения проверки. Здесь же, в Рогачевском районе, на поле механизатор получил травмы ног и рук при чистке жадки комбайна. ЧП произошло накануне около 8 часов вечера. Пострадавшего оперативно доставили в больницу и прооперировали. На данный момент угрозы для жизни нет. Музыльский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 69-летнего жителя райцентра, который сбросил с девятого этажа двух кошек. По версии следствия, мужчина был под влиянием алкоголя, когда раздраженный мяуканем домашних животных своей бывшей супруги вышел на балкон и сбросил кошек вниз. Одна получила перелом позвоночника, вторая не пострадала. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На этот раз ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными. В деревне Годичево Гомельского района из храма похитили старинную икону всех скорбящих радость. По предварительной информации, преступление совершено вперед с 25 по 27 июля. Старинной иконе более 130 лет. Поклониться ей приезжали со всей страны и зарубежья. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Любые сведения о преступлении и личности похитителя просит сообщать в милицию по номеру 102. Продавщица газетного киоска принимала ставки в долг. Закончилась история уголовным делом. На доверие женщины сыграл 34-летний житель Лельчиц. Местный каппер делал ставки на вексель. Обещал вернуть деньги в кассу, как только лотерея окажется выигрышной. Однако этого так и не произошло, несмотря на наличие удачных ставок. Об ущербе в 17 600 рублей стало известно, когда работница киоска уходила в декретный отпуск при передаче дел. В отношении мужчины Лельчицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Безопасность перевозки пассажиров превыше всего. Но и они не должны терять длительности и убеждаться в безопасности своих действий. Накануне в Мозыре 78-летняя пассажирка автобуса получила травмы, когда водитель резко притормозил. Из салона пострадавшую забрали медики. Сейчас женщина находится в Мозырской городской больнице. К этому часу это все новости. Следите за происшествиями вместе с Де Факто и оставайтесь на Беларусь-4. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В ближайший уикенд пройдут матчи 1-8 финала Кубка Беларуси по футболу. Футбольный клуб Гомель встретится со столичным Динамо в Минске. Матч состоится завтра. Начало в 17.00. Гомельский локомотив сыграет на домашнем газоне. Путевку в четвертьфинал турнира железнодорожники оспорят с целегорским шахтером. Противостояние на поле стадиона «Локомотив» стартует 4 августа в 18.00. Часом ранее в Мозыре на поле стадиона «Юность» выйдут Славия и Витебск. Кстати, в преддверии кубковых баталий полишуки усилились опытным защитником. Игроком Славии стал Игорь Рожков. В Мозырь футболист перебрался из Гомеля. Цвета зелено-белых он защищал с 2016 года. За плечами Игоря Рожкова выступление за ряд клубов белорусского чемпионата, а также украинский «Кривбас» из Кривого Рога. Хоккейный клуб «Гомель» с победы стартовал на групповом этапе розыгрыша Кубка Руслана Салея. Первый период – поединка против пинских ястребов. Рыси завершили в свою пользу. Моголецкий уже на старте второй минуты открыл счет в матче. Ко второму перерыву впереди была уже пинская дружина. Ковали-Донской сделали счет 2-1 в пользу хозяев льда. Третий период остался за «Гомелем». Семочкин в концовке сравнял счет, так что вопрос о победителе решался в овертайме. Продлилось дополнительное время всего 18 секунд. Тополь сделал решающий бросок. 5 августа «Гомель» в «Жлобине» играет с Могилевым. Кстати, именно на ледовой арене «Металлург» Рыси проведут все домашние матчи Кубка Салея. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова